Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и новый набор на продаже. Две машины, одна имба, вторая не очень. И то, эту имбу не все признают, мне лично нравится ActionX, я просто его обожаю. Не знаю, почему немножко глючит сейчас игру в отношении внешнего вида наборов, которые есть в магазине, но окей, посмотрим на танчики на белом фоне. Что касается того, что положили за 12,5 тысяч голды в состав набора. Две тачки 8 уровня, тяжелый и средний танк разных наций, такие наборы я люблю. Не люблю, когда два средних танка ложат, либо два тяжа. Мне хочется все-таки, чтобы наборы были максимально универсальными. Что касается внешнего вида, то один внешний вид на ActionX, который действительно ему обалденно подходит, и является его личным уникальным внешним видом. Ну а что касается VZ, то на VZ положили золотой омут, который, в принципе, одевается на любую тачку, и прямого отношения конкретно к этой машине абсолютно не имеет. Ну вот так вот получается. Что касается X5, то понятное дело, что раз их лежит два раза по 15, то на каждую из данных машин это существенно поднимет ваш элитный опыт экипажа, плюс сможете сэкономить в районе 4 миллионов серебра, благодаря открытому оборудованию на обе из этих машин. Плюс вот такой вот довольно смешной аватарчик Totem. Не знаю, очень-очень на любителя, откровенно говоря. Что касается покупки по отдельности. Да, можете приобрести себе отдельно каждую из этих машин. И если на ActionX, 7500 это прям вау-вау-вау, классная цена. Я рекомендую брать данную тачку, потому что она действительно годная. И 7500 за такую восьмерку, пускай даже в голом состоянии, цена очень даже приемлемая. То, что касается WZM-122, то десятку машина не стоит однозначно. На WZ-шечку сниму обзор буквально через часик-другой, выложу на канале после выхода данного видео. Ну а в этом видосе мы с вами заценим ActionX, которого я могу, положа руку на сердце, абсолютно спокойно рекомендовать и не переживать за то, что вы расстроитесь и вас машина чем-то не устроит. Да, она на любителя в том, что эта машина очень скорострельная, при этом она наносит немного урона за каждый выстрел. И за это многие ребята ее не любят. В частности, те новички, которые не умеют играть от скорострельных орудий, и те ребята, которым больше подходят все-таки менее скорострельные пушки, но в то же время более уронные. Всего лишь 190 единиц урона, но, ребят, при перезарядке в неполные 4,5 секунды вы отстреливаете быстрее, чем некоторые легкие танки на 8 уровне, и при этом имеете просто обалденный ДПМ в 2670 единиц. Шикарное время сведения, шикарный разброс и обалденный угол склонения орудия вниз, минус 10. Очень комфортная машина, мне лично нравится очень сильно. Переключаемся на обычные бои и погнали в бой, попытаемся машину заценить. Абсолютно честные обзоры на ActionX и дополнительные видео по нему уже есть на канале в достаточном количестве. Я обожаю этот танк, как я уже сказал, и на него снял уже достаточное количество видосов, которыми готов с вами поделиться. В описании вы найдете все необходимое для того, чтобы посмотреть дополнительные катки, для того, чтобы посмотреть зацен брони, сравнение с другими машинами на левеле и так далее. Короче говоря, если вам того, что вы сейчас увидите на экране, будет недостаточно для принятия нормального, аргументированного, взвешенного решения, то переходите обязательно по ссылкам и посмотрите дополнительные видео. Меня в городе никто поддерживать не будет, а значит нет смысла туда самому ехать. Немножко потеряем времени, но я не думаю, что нам от этого будет хуже. Лучше всего, конечно, машина реализовывается на линии легких танков, средних танков, ну просто потому, что скорострельность максимально приближена к ним. Как вы видите, я очень быстро перезаряжаюсь, имею очень точное орудие, я имею очень добротное время сведения данного орудия, и вот таким вот образом можно действительно довольно качественно поддерживать своих союзников и таким образом приближать победу. Вы сможете абсолютно спокойно перестреливаться с каким-то тяжом, благодаря тому, что у вас просто шикарный ДПМ, вы однозначно будете в плюсе при перестрелке. Вы обладаете, пускай не ультимативной, но очень приятной бронёй, и за это экшен-икс мне нравится ещё больше. Действительно очень комфортно отыгрывается машина, главное знать, где у него слабые зоны. Ну, понятное дело, нижний бронелес слабая зона, и стандартные для многих машин тяжёлых местам, допустим, такие как борта и корма. Но в целом, ребят, машина довольно-таки неплохо забронирована, особенно если будете отыгрывать от башни. Плюс вот эти фальш-панели, дополнительные экраны на башне, они способствуют тому, чтобы вас было тяжелее выцелить. Отходим немножко назад, бортину подставил, Хельсинг туда меня подразбирал, но, заметьте, запаса прочности достаточно для того, чтобы можно было отыгрывать, для того, чтобы можно было не откатиться в ангар прям совсем сразу. И в этом машина тоже очень хороша. Не знаю, ребят, я лично считаю экшен-иксом, аст-хэвом в ангаре любого танкиста. Я редко это говорю, я редко говорю по поводу того, что именно эта машина действительно должна быть у вас. Отходим назад. Ну вот скажите мне кто-нибудь, что у него нет брони. Я так понимаю, что сейчас Хельсинг, скорее всего, с тыла подъедет и разберет меня. И, скорее всего, это будет последняя наша с ним встреча. Не хотелось бы с ним встречаться прям сразу. Где он? А, ребят, тупанул я. Я почему-то думал, что оставшаяся ПТшка, это как раз и есть Хельсинка. Это АМХ, который там прячется у себя в тылу. Зря потерял время. Отъезжал. Ну, бывает такое. Бывает. В процессе общения с вами концентрируешься немножко не на том и допускаешь какого-то рода ошибки. Но в любом случае каточка является показательной. Экшен Икс играется так постоянно. На дальних расстояниях просто шикарно кого-то разбирать. Особенно, если на дальних расстояниях кто-то отвлекает собой противника, а ты можешь противника забрасывать, пока тот пытается справиться с твоим союзником, который находится рядом с ним, а не пытаться выцеливать тебя на дальних расстояниях. Выцелить Экшен Икса на дальних расстояниях, если он стоит в прямой проекции к сопернику очень сложно. Если особенно учитывать спрятавшийся нижний бронелист, то тогда просто шикандосно в башне у вас уж точно разбирать никто не будет, даже на средних расстояниях. 1860 единиц урона далеко не самый высокий показатель для Экшен Икса, да и врагов-то мы не особо много видели. Но в целом, ребят, меньше этого результата на Экшен Иксе вы получать не будете, а приблизительно 8 из 10 боев для меня являются фановыми, интересными и довольно-таки прибыльными. Что касается прибыли, да, за такую результативность вы будете получать не так уж и много с премиум аккаунтом 42 тысячи, грубо говоря, и 22 тысячи без према. Но, ребят, если будете выдавать больше, а машина способна выдавать по 2,5-3 тысячи урона, в принципе, довольно-таки легко и не потея, вы будете получать хороший фарм. Машина действительно к фармерам относится, если я не ошибаюсь, то 175% коэффициент фарма. Если кто-то уверен в том, что это не так, пишите обязательно в комментариях. Вообще, ребят, владельцы Экшен Иксов, отзовитесь и напишите свои комменты по поводу данной тачки. Если вы хотите все-таки дополнительные катки посмотреть, обязательно гляньте по ссылкам, которые я добавил в описании к видео, я уверен, что это вам поможет. Ну, а от меня, ребят, просто объективно и честно, это мастхэв, который действительно стоит приобрести, пускай даже в голом состоянии. Я побежал снимать обзорчик на ВЗХ, который выйдет буквально через полчаса-час на канал после данного видео. Ну, а вы подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход следующего видео и всех последующих, которые я снимаю специально для вас. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.